Смоленская АЭС На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка по концерну составляет 138 миллиардов 528 миллионов. То есть от плана периода это 101,12% плюс 1,53 миллиарда киловатт-часов дополнительной выработки. На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 1973 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. 21 августа энергоблок номер один Смоленской АЭС выведен в плановый текущий ремонт. В соответствии с графиком, утвержденным концерном «Росэнергоатом», выполнить весь объем работ необходимо за 37 суток. Коллектив атомной станции взял на себя обязательства с помощью инструментов производственной системы «Росатома» оптимизировать срок до 35 суток без рисков для безопасности и качества. За 23 дня августа энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,4 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 457 миллионов киловатт-часов. С начала года выработка составила более 14 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 743 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В Екатеринбурге подвели итоги шестого отраслевого чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills Госкорпорации «Росатом» AtomSkills 2021, прошедшего с 11 по 16 августа. В торжественной обстановке были названы имена победителей и призеров, которые по итогам чемпионата получат шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills High Tech, отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills международном строительном чемпионате. AtomSkills – это крупнейший в мире чемпионат среди организуемых промышленными компаниями, на котором в этом году в 37 компетенциях показали свое мастерство более 1100 участников и экспертов из более чем 30 регионов России. Среди конкурсантов работники 16 дивизионов «Росатома», крупных предприятий нашей страны, таких как РЖД, Евраз и студенты более чем 20 вузов и образовательных организаций. Смоленскую атомную станцию представляли 12 участников и экспертов в пяти компетенциях. В трех номинациях выступление смоленских атомщиков на чемпионате принесло заветные медали. Так победу одержал инженер цеха вентиляции Алексей Гайдачук, эксперт Константин Шурыгин в категории «Электромонтаж». Лучшей в компетенции обслуживания и ремонта оборудования релейной защиты и автоматики стала инженер электроцеха Смоленской АЭС Анастасия Штарева, эксперт Алексей Архипов. Серебро в номинации «Инженерное мышление Каракури» заслуженно получила команда, в составе которой Зайцев Дмитрий, Хрудников Сергей, Федоров Виталий, эксперт Гавриленко Алексей. Перед нами стояла задача, состоящая из двух модулей. Первая – это теоретическая часть. Мы должны были проанализировать и определить все виды потерь на производстве. И вторая – это теоретическая часть. Мы должны были также проанализировать потери предложенного нам производства батареи салютов, выявить их, разработать свое устройство, предоставить техническую документацию, эскизы, инструкции и само устройство, работающее устройство и презентовать его. На это нам отводилось 4 дня работы. Наше устройство было достойно диплома за оригинальное инженерное решение. Какую пользу мы вынесли для себя из этого чемпионата? Ну, во-первых, это то, что не нужно бояться ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Нужно просто идти к ним, и все обязательно получится. Во-вторых, мы натренировали навыки работы в напряженных условиях. Поиск решений в короткие сроки, поиск нестандартных решений. Это нам очень поможет в нашей работе. У нас также иногда требуется находить решения в сжатые сроки, и это может повлиять на безопасность. Это гамма эмоций различного характера. Это новые знакомства, новые впечатления, новые знания, новый опыт. Это своего рода рост над собой, саморазвитие. Ты осознаешь, какие ошибки ты делал, и можешь над ними поработать. Как поле для работы новое. И желание, заряд, получила заряд, и желание работать и развиваться дальше над собой и в своей профессии. Задание было стандартное по методике WorldSkills. Выполнять, было необходимо собрать схему. Задание было сложное, но оно заведомо было невыполнимое. Ну, была бы выбрана правильная тактика, стратегия, и, собственно, она принесла успех. Для победы нет необходимости, чтобы человек обладал какими-то сверхспособностями, либо сверхнавыками. Побеждают те, кто не сдаются. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, состояние рабочих мест и помещений, в том числе организация работы в условиях повышенной температуры воздуха рабочей зоны, выполнение мероприятий по предупреждению распространения и защиты от коронавирусной инфекции. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.